приветствую всех на канале корейская кухня проще простого сегодня солим и маринуем чеснок тремя способами двумя способами по корейски и одним по кавказски что нам для этого нужно молодой чеснок я его почистила срезала корешки убрала верхний слой оставила головки вот такими целыми и часть почистила полностью еще нам понадобится соевый соус желательно взять вот такой корейский соевый соус но не китайский потому что китайский очень густой соус и немного другой на вкус еще нам понадобится уксусная эссенция не иодированная простая каменная соль сахар и простая вода сначала приготовим первым корейским способом чтобы рассчитать правильное количество рассола я налью простой воды в банку с чесноком сейчас я измерю 200 миллилитров 400 эти 100 лит 100 миллилитров я уберу здесь у меня 400 миллилитров воды сюда я добавлю 100 миллилитров соевого соуса сюда же я добавлю сахар 2 столовые ложки и одну полную столовую ложку соли теперь нам нужно все это будет вскипятить рассол закипел выключаем теперь даем ему остыть и уже теплым зальем его в чеснок рассол остыл теперь добавим сюда половину столовой ложки 70 процентного уксуса если у вас уксус обычный столовый нужно будет добавить 8 или 9 столовых ложек уксуса теперь этим рассолом заливаем чеснок закрываем крышкой теперь оставляем эту банку при комнатной температуре на один месяц через один месяц убираем эту банку в холодное место или в холодильник и ждем еще примерно две-три недели до готовности чеснока если вы хотите чтобы чеснок промариновался быстрее то нужно будет просто поделить головку чеснока на отдельные зубчики теперь приготовим чеснок по южнокорейски для южнокорейского способа маринования чеснока нам понадобится примерно 500 миллилитров рассола из них я наливаю 200 миллилитров простой воды 200 миллилитров это вот один мерный стаканчик соевого соуса и 200 миллилитров сахарного песка высыпаем все в рассол сюда же я добавлю половину столовой ложки уксусной эссенции все размешиваем и ставим на огонь кипятится доводим рассол до кипения рассол закипел выключаем даем ему немного остыть рассол остыл заливаем чеснок закрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на две недели затем еще две недели храним в холодильнике и чеснок будет готов для третьего способа заготовки чеснока соленье по кавказски нам понадобится только простая поваренная соль и вода соль повторюсь нужна будет только простая каменная и вода не иодированная если соль будет с йодом то чеснок может со временем испортится и стать мягким на одну литровую банку чеснока нам понадобится пол литра воды поэтому я добавляю одну полную столовую ложку соли так как ложка у меня не глубокая я добавлю полторы столовой ложки соли размешиваем до полного растворения соли теперь этим раствором заливаем чеснок закрываем крышкой теперь эту банку оставляем на кухне можно оставить на улице в любом месте на 40-45 дней через 40-45 дней открываем банку выливаем рассол вытаскиваем чеснок промываем банку промываем чеснок под проточной водой затем обратно все складываем банку готовим точно такой же раствор воды и соли заливаем опять чеснок и оставляем еще на один месяц только тогда чеснок уже будет готов и можно будет подавать его к столу смотри музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»